викторианская англия туманные топе священник который не знает как сохранить свою паству и змей верите вы в змея или нет есть он или нет змей который приходит за грешниками это новый мини-сериал змей в эссексе и это разбор первых двух серий и так у нас здесь есть священник которого играет том хиддлстон по моему мнению один из лучших если не лучше английский актер сегодняшней школы да многие знают его по локи но у него есть много других ролей и в пустой короне он по шекспиру играл и вообще есть театральные отличные английские постановки шекспира посмотрите как он играет играет он бесподобно и так вот здесь он священник и у него проблемы со своей паствой потому что фильм начинается с того что в туманных топе вроде бы какое-то мистическое существо забирает человека забирает девушку забирает за грехи змей искуситель здесь все пропитано конечно же христианскими верованиями и змей в христианстве это зло если в античности в древний змей наоборот значился символом вечности постоянство окольцованный змей кусающий свой хвост это было вечностью символом то в христианстве нет это дьявол это змей искуситель в саду который искушает еву и ничего хорошего он не несет и прийти он не может за кем-то хорошим он приходит за большими грешниками приходит в те поселения где есть большие грехи вот такая вот история где правда где ложь и нам как зрителю сразу же да не выдают все ответы конечно же делают ощущение сделано она здорово мы видим ряб на воде до чтобы ты тоже задавался вопросом чтобы у тебя тоже возникло вот это ощущение а правда или нет а есть змей или нету змея а ведь змей здесь имеет несколько уровней напомню это кино снято этот сериал по книге до этого книга я не читал книгу и не пытался читать сценарий чтобы углубиться в фильм но здесь есть несколько слоев я знаю что книга достойная прочитал по него поэтому есть внешний слой змей которая существо тайна и как некие существа лохнеское чудовище и так далее есть другие уровни другой уровень что такое змей у нас змей искуситель есть ли у нас искушение если вас трогает этот змей если вы чувствуете его если вы верите в него значит вы тоже подвержены искушению вот здесь есть этот слой и конечно же здесь очень интересные взаимоотношения потому что у нас два главных героев не только священник но и женщина которая приедет с англии туда которую тоже манит и тянет этот змей и очень важно и символично здесь все время будут подтексты мы говорим о сериале где есть глубина и смысл и поэтому первая сцена первая сцена встречи она в себе дает ответы и на будущее и многое имеет что рассказать поэтому давайте разбираться начнем со священника какие перед ним проблем кто он такой что происходит и так вот паства паства надо представить и понимать он не в англии он точнее он не в лондоне он в англии но не в лондоне в лондоне в столице там уже викторианская эпоха об нем об ней мы поговорим что это за рубеж это очень важный рубеж и в этом произведении это сказано это рубеж между двумя временами прошлым временем и новым которая началась 20 века об этом чуть чуть позже и там гораздо более образованная была бы и богатая паства а здесь простые люди понимаете которые подвержены своим страхом которые подвержены религиозным верованиям и традиционным веро не в нем которые смешаны вы думаете они хорошо понимают христианскую религию ну что вы она у них смешана с их верованиями обычными которые следуют за ними всю жизнь и для них это все настоящий тут он он кто он образованный человек мы потом увидим какая у него библиотека то есть он эрудированный он знающий а на момент 19 века викторианской англии есть книги практически на любую тему образно говоря сегодня прочитав ту библиотеку что у него там вы в принципе сегодня были бы крайне образованным человеком вот что такое и ему с его пониманием с его видением жизни надо общаться с людьми которые находятся на совсем другом уровне и для них это страхи а он кто напомню он священник а значит кто пастырь пастырь он ведет овец они овцы они не знают овцы заблудятся и здесь туман здесь все это иносказательно понимаете туман в тумане можно затеряться волк съест поэтому пастырь должен правильно вести овец следить за ними а у него с этим проблема он плохой пастырь получается сам того не хотя почему потому что он не дает нужных ответов сейчас когда к нему пришли и задают этот вопрос то пропала девушка он дает пока что ответ следующий что не волнуйся она уехала скорее всего приедет то есть обнадеживает обнадеживает но этот карточный домик который он сейчас выстраивает разрушится сразу же как окажется все наоборот и сразу же это ударит по его авторитету что за ты пастырь если ты не знаешь и не даешь верных ответов и почему этот конфликт внутри него почему из чего он боится мы должны разобраться потому что он тоже чего-то боится он тоже о чем-то волнуется мы видим это ночью когда он лежит в постели же нас про что тебя беспокоит он год ничего но мы видим что ему страшно от чего же ему страшно какие у него проблемы и вот здесь в решении вот этого узла с которым он столкнулся я еще раз говорю ему бы гораздо легче было бы в лондоне но здесь с ним проблема но в жизни так он понимаете священник он последователь христа а значит он как последователь христа несет всегда тяжелую нож у голгоф и всегда несет большой крест поэтому легко ему на изи не будет поэтому он не в лондоне ему бы было там легко но нет он должен столкнуться именно с тем что сложно решить он должен нести свой тяжелый крест который он несет ему надо как-то развязать вот этот узел здесь научиться быть поводырем для них но при этом не обманывая их зная что если он сейчас ему начнет рассказывать песни про змея это будет ложь а он не хочет жить во лжи и говорить ложь своей пастве в общем загадка пока что не решаемая для него и так мы несколько штрихов сейчас нанесли по поводу него не будем спешить на то у нас и сериал есть уже штрихи одного героя а дальше женщина женщина у нас викторианской англии и это вечная история вы знаете викторианской англии когда очень важно кто у тебя муж конечно же ты можешь жить во благе и в счастье и даже быть крайне свободно и даже быть у тебя могут быть возможности реализовывать себя и все но если твой муж деспот к сожалению ты будешь вынужден подчиняться ты будешь вынуждена молчать и здесь мы понимаем что ее супруг он не просто деспот он садист и извращенец который издевался над ней мучил ее и делал ей очень больно и конечно же бабуль больнее всего психики потом потому что шрам это заживают как мы увидели но вот психические раны не заживают вот душа она исполосована не мы видим начале как приходит этот док и говорит я могу помочь давайте усыпим а он придерживается своих принципов его нельзя трогать он придерживается архаичных своих классических принципов он считает это неправильным все и мы видим как он ей советует догад но не слушайте его спасем его и мы видим вот что значит хорошая актриса я ее во многих ролях видел вы наверное видели ее в сериале homeland она молодой играла в румео джульетти с леонардо дикаприо что значит актер с опытом возрастной он когда читает сценарий вы знаете он с пониманием играет роль и вот ей здесь с пониманием она должна была показать что она не просто и возмущается как тоже человек религиозный старых каких-то устоев что как вы можете предложить мне или обмануть то есть пойти против воли мужа да никогда мы во всем ее взгляде она так это красиво но тонко сыграл что ты понимаешь что она ужаснулась от этой мысли что есть хоть малейший шанс что этот человек сейчас выживет весь страх весь ужас все что он сделал в ее глазах прочлось вот что значит хороший актрис ты сразу я же не знаю ты смотришь на нее и ты понимаешь это что она сейчас вздрогнула от этого предложения потому что на секундочку сама мысль что этот человек может выжить восстать снова и этот от вернется в ее жизнь для нее это невозможно было вот чтобы прочитывалась в глазах ее и свершается она ничего не делает и она свободная женщина она свободная женщина и и и она ищет себе занятие ищу те занятия и вот в газете она читает и читает про змея и этой и трогать сразу же я еще раз грубо чем это ее трогать почему ее это трогает потому что есть несколько змей это не только змей который воде который пугает нет змей это еще и искушение змей это еще и дьявол змей это еще и дьявол который кусал тебя она с этим всем столкнулась она столкнулась самим злом самим дьяволом она была во власти змея и он ее не отпустил внутри остались эти шрамы ей надо победить внутри себя усмирить вот это чувство и поэтому она конечно же тянется туда где еще есть вот это зло она не может пока с этим справиться ее интуитивно туда тянет ее интуитивно туда тянет вот почему она туда сразу же едет и надо сказать помните когда она приехала туда чтобы не забыть час скажу сцена когда док приехал к ней помните как отличается ярко сцена первая где она с доком вначале встречается и разговаривать с ним в первых сценах хладнокровная безэмоциональная как не человек все пропитано холодом и ужасом пугающим как будто вот кто-то держит ее на прицеле она вся в страхе и помните там вот это ощущение свободы этот пух от перьев от подушек и как она эмоционально его встречает бежит радуется она живая она совсем живая нет больше рядом вот этого человека который истязал ее и даже тени нет там даже когда его не было она еще чувствовала как будто его тень как будто он наблюдает за ней вот здесь она освободилась поэтому эти две сцены очень показательно были чтобы показать насколько на другой реакции и другие когда она настоящая ну и первая сцена встреча которые я говорил такая важная как я говорю и вот он в воде пытается спасти животное я еще раз говорю он пастыри овец и он должен следить за своей паспу но не справляется и здесь он не справляется не может спасти он не справляется это иносказательная история и приходит она он немножечко раздражен но она ему помогает хоть он и раздражен они еще не знают кто они такие а друг друге они потом узнают но она ему помогла это иносказательный символизм который нам рассказывает что сам он со своей паствой не справится но вот эта женщина поможет ему вот эта женщина поможет ему спасти патству и либо одну овцу из этой пасты то бишь человека либо всю пас то есть она поможет ему решить неразрешимую для него задачу без нее он бы не справился вот иносказательный подтекст этой встречи которая здесь была но как вы увидите в начале не очень-то у нее получается не очень-то у нее получается в первых двух сериях потому что ее попытки также бьются об скалы как и у него попытки потому что когда ему говорят что вот нашли вот он ошибся в общем он ошибся говорил что все будет хорошо и дальше ему надо что-то сказать для их ушей еще раз говорю необразованных людей ушей и им бы сейчас что вы им сказали да это змей это зло это зло оно пришло за вами и они будут следить за ним слепо как овцы идти за ним а он пытается им дать разумные логичные решения на своем уровне понимания горит это все ерунда это нелогично и что они теряют пастыря а овцы не могут быть пастыри они ищут его и находит среди друг друга вы слышите как один кидает возгласы которые все ждали и все подхватывают это да да это змей да то есть он перестает он теряет свой авторитет он теряет паству и не знает что сделать врат не хочет не хочет играть актера понимать сколько да это змей хотя возможно это было бы лучше потому что они начинают сразу бросать тень на семью значит семья грешная значит это грешники а из-за них угрозой нам всем если бы он сыграл забрал ситуацию на себя сказал бы да это змей но сказал бы иначе скал бы смех забирает лучших и защитил бы тем самым семью по крайней мере вовремя но он не хочет врать как он священник он хочет быть честен со своей паствой но как решить это пока что он не понимает пока что он сильно и активно теряет свой авторитет сильно и активно теряет он своих овец пока что и не знает ответа и все книжки ему мира видите не могут помочь понять помочь решить это а приехавшая женщина она тоже решает и сначала она решает его же методом логикой приду в школу говорит она детям расскажу как это все и тут сама себя загоняет в угол пусть она их хочет наоборот разубедить что это все мистика хотела она сказать но вдруг она рассказывает про кости динозавров и дети делают странный вывод подожди ты только что сказал есть кости то есть они были и задают вопрос и значит змей точно был и были змеи раз есть кости и она понимает что сама себя загнула в угол и не знает что сказать то есть она усугубила только что ситуации и мы видим вот это всеобщее помешательство особенно детской вы же знаете как дети дети хуже взрослых они интуитивно сразу улавливают волну и подключаются к ней и они массово включаются в этот безумный танец безумный танец с падениями обвиняя девочку что она зло и уже есть угроза конкретной семье есть угроза конкретной семье в общем она приехала помочь а пока что делает хуже пока что она не лучше священника разбирается ведь вещах надо еще ответить если вы заметите невероятно похожи актрисы который играет его жену и она но там моложе в интернете просто загуглите фотографии двух актрис и рядом поставьте если в массового так слева и справа будут у вас фотографии вы их практически если хорошо не знаете отличить не сможете это возможно было не случайно но об этом мы поговорим чуть позже когда узнаем что же там такого общего у жены и у нее или что-то разное или это что-то говорит о священнике зачем режиссер так это использовал но это чуть позже пока что мы вот две серии я немного говорю я закладываю фундамент для зрителя чтобы вы понимали мы пока что привыкаем где мы находимся разбираемся намечаем детали давайте не будем спешить но здесь уже можно увидеть кое-что например почему ее так тянет к священнику и почему они так находят общий язык ведь есть еще док есть док которую испытывает к ней видно чувство есть док которому она не безразлично но почему с доком у нее как-то вот нет никакой тяги у нее к нему а вот священником не осуд я не говорю что у нее прямо интимная тяга но они явно находят общий язык их явно притягивает и сама сцена первое где она в тумане где ничего не видно ее над притянуло к нему говорит о том что у них невидимая связь какая связь вы можете ее заметить если начнете что понятие сравните два элемента священника и дока какой док восторженный немножко самовлюбленный он же на острие ножа сейчас он здесь от корного открыватель талантливый ну что его отличает от священия даже внешний вид док улыбающийся док может радоваться жизни у дока нету груза голгофы а что у священника вы видите это тяжелый взгляд эти грустные глаза у него внутри сложная борьба идет внутреннее смятение внутренние противоречия он все время ведет борьбу со змеем все время внутри себя это же самое с ней и она а док не ведет пока такую борьбу по крайней мере пока так в таком смысле актуальные она не стоит для него вот почему и так притягивает они невероятно похожи что в что для нее более выигрышно чем для жены священника то что она еще и начитанная эрудирована как он то есть они одного поля ягоды еще и поэтому их так тянет магнитом поэтому они как два кусочка пазла нашли друг друга и должны помочь друг другу вот такая вот история у нас здесь намечается я еще раз говорю пока что рассмотрел фундамент первые две серии это фундамент дальше будет более ясно дальше нам раскроются глубины этого произведения но недолгое будет две две недели только то есть следующая неделя две серии еще две серии я уверен аудитория будет небольшая у этого сериала но те кто придут это люди любящие подумать люди любящие интересные глубокие произведения поэтому нам будет интересно с вами пообщаться и послушаться а вы были на канале что посмотреть с вами был я гражданин режиссер не забывайте оставляйте комментарии обязательно подписывайтесь если не подписаны ставьте лайки до скорых встреч пока